Так, идем дальше. Так, Ирина Александровна, вы куда без вас там? Смотрите, так получилось. Вы человек нудный, вы человек в какой-то степени Более, чем я, настырный, может быть, более недоверчивый. Это ваше право, вы ученые. Я могу восхищаться, удивляться, говорить, что у меня вот такие вот эти абрикосы. У вас нет, вы можете это. Только факты, только факты. Помните, сколько вы перемерили моих этих листиков, собрали для исследования? Собрали? Вот. Заодно искали следы болезни. Не нашли? Вот. А еще вы мерили, сколько вы мерили эти? Однолетние сеянцы. Вот. Абрикосовые. Вспоминайте. Это было в этом году. Вот это работа. Знаю, я что. Метра полтора-два. Нет, вам надо 32 сантиметра. Метр сорок восемь или два метра тридцать восемь сантиметров. Вот. Ну, что делать? Судьба ваша такая, ученая. Вот. Вот так две половинки сошлись. Я имею в виду любитель и профессионал. А это я на вас жалуюсь. Я тут восхищался вами, а здесь жалуюсь. А почему? Я схожу по саду, а у меня навечно нет этого тридцать. И быть не может. Что вы думаете? Вот. Это вредная девчонка. Ой, обидится. Это вредная аспирантка. Ты нашла? И морда, и морда. Вот так вот. Нет, не значит, что на каждом листе. Но сам факт. Вот это будет ученый. Вот. Я верхоглядь. Вот. Я еще и к тому же Тугадум. Вот. Достающий ученый. Видели? Представляю. Вот. Здесь мы во мнении сошлись. Вот это бесценное сокровище. Его трогать нельзя. Ни одного листья. Как я говорил, еще внимание. Я хочу дойти уже, как бы, это не до маразма. Это мое упрямство дикое. Значит, не только на дереве нет ни одного лишнего листика. Упавшего нельзя отсюда листик его носить. Каждый листик вернется в дерево. Все это дурь придуманная, якобы вот тут эти. Тысячи. Я их сотни видел в публикации. А умножить-то надо еще на сотни. Тысячи, десятки тысяч публикаций. А экземпляров количество бумажных. А теперь еще и просмотры миллионы. Убрать, убрать, убрать. Самое ценное. Но нас теперь двое. Вы понимаете? Нас двое. Чуть не сказал. Уже мы можем помирать спокойно. Ну, значит, помирать не дождетесь. Вот. И вот эта настырная дама, Александр Савельевич, слева, привозит свою подругу одновременно, начальника лаборатории агро-университета. Так. Зовут Софья, дальше не помню. Агро-университет. Она по грибам. Ну что, грибов найти не удалось. Грибы они нашли потом в Шушенском ГСУ. Но дело в том, что момент распространения особой инфекции. Видите? Они зря возле яблони сидят. Инфекция затронула только яблони. Даже нежные персики, абрикосы крупноплодные не затронули. Только яблони. И вот тут они и ищут. Они не нашли. Но потом они нашли. И взяли на анализы в Шушенском ГСУ. Вот. Не нашли подтверждения их смертоносности. А они со мной, Елена Александровна, делятся как со своим товарищем. Вот. То есть, возможно, эпидемия ушла. Потому что, по слухам, я не ездил туда, не смотрел. Я не такой настежный и не злорадный. Там тоже были потери. И вот из-за этого, что были потери, тогда вовремя не были сделаны. Не был найден. Не был пойман. Не был пойман этот чёртова бактерия. А я говорю, это бактериальная болезнь. Условно называют бактериальный рак. Ну, чтобы напугать. Рак. Хотя это неправильно. Вот. Название этого. Это не грипп. То, что случилось. Тысяча садов. Страшная трагедия. Вот.